Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами, как я готовлю ржаной хлеб. Хлеб самый простой, самый обычный. Для приготовления этого хлеба я использую ржаную закваску, которую выводила самостоятельно. Опара очень хорошо поднялась, она пористая. Для опары я использовала 2 столовые ложки своей закваски, 150 граммов ржаной муки и 150 миллилитров воды. Накрыла пленкой и убрала до утра. Для теста мне понадобится вся опара, это 300 граммов. 200 грамм здесь у меня уже всыпано пшеничной муки, 150 ржаной муки, 10 грамм соли я уже добавила. Также мне понадобится столовая ложка растительного масла, буду использовать вот это. И столовая ложка либо меда, либо сахара. Мне нравится больше использовать мед. А также 200-230 миллилитров воды. Я буду использовать 200. Итак, сейчас я замешаю тесто и покажу, что у меня получилось. Вот такое тесто у меня получилось. Оно достаточно липкое по сравнению с пшеничным тестом. Сейчас я буду выкладывать тесто в форму, которую я предварительно смазала растительным маслом. И уже в форме тесто у меня будет подниматься. Никаких дополнительных расстойок я не использую. То есть тесто замесила в форму и жду, покуда оно поднимется. Когда тесто поднимется, я, соответственно, смазываю вверх маслом и отправляю в духовку. Сейчас буду перекладывать тесто. Тесто я уложила и сейчас накрою его пищевой пленкой, сверху полотенцем. И уберу в сторону, покуда оно поднимется. Как правило, уходит 2-3 часа. Иногда происходит все гораздо быстрее. Последний раз оно у меня даже поднялось в холоде на балконе. Потому что мне нужно было уйти. Некогда было. То есть я не могла вовремя поставить выпекать. И решила убрать на балкон. Думаю, там холоднее. Все-таки тесто не будет подниматься. И когда я вернулась домой, моему удивлению не было предела. Тесто очень хорошо поднялось. Итак, накрываю пленкой и убираю, пока поднимется. Вот так вот поднялся мой хлебушек. Я смазала его растительным маслом. И теперь я буду отправлять его в духовке. Время выпечки я, как правило, не засекаю. Я смотрю по готовности. Иногда протыкаю шпажкой, но не всегда. Как правило, ржаной хлеб готов тогда, когда внутри хлеба температура достигает 90 градусов. То есть если замерить кулинарным термометром, там будет 90 градусов, хлеб полностью готов. Ну что, отправляю в духовку. Встретимся, когда хлеб приготовится. Ну вот мой хлебушек приготовился. По времени минут 40-45. Скажу честно, не засекла. Очень хорошая поджаристая корочка. Сейчас я буду вынимать его из формы и буду ставить остужаться. Ну вот мой хлеб остыл полностью. Вот такая красивая, ровная, аккуратная буханка получилась. И сейчас мы с вами отрежем. Посмотрим, какой он внутри. Вот такой хлеб получился внутри. Он очень ароматный, очень вкусный. Рекомендую свой рецепт к приготовлению. Ставьте пальчики вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Буду очень рада. Всем мира и добра!